Девочки, всем большой привет! С вами Юля. Я поздравляю вас с майскими праздниками. Надеюсь, они у вас хорошо проходят. Надеюсь, вы хорошо проводите время. У нас уже очень тепло, очень солнечно, практически уже лето. И впереди нас ждет серия классных роликов. Я уже готовлю видео про SPF. Я в этом году очень довольна собой. Я прям нашла отличный SPF-крем. Стараюсь каждый год, чтобы была какая-то адекватная SPF-защита. Но обычно я немножко промахиваюсь. И в мае я уже впервые обгораю. В этом году я все подготовила заранее, чтобы этого не было. И сделала такую подборку доступных, комфортных SPF-кремов с более высокой степенью защиты. Чуть пониже, более плотных, более легких. Чтобы вы могли себе тоже что-то там присмотреть. Так что подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео, чтобы вам приходили уведомления. Также у меня появилось много новой декоративной и уходовой косметики. И тоже это все будет вот в ближайших видео. Но сегодня будет такой больше расслабленный, ленивый, уютный влог. Я знаю, многим нравится такая рубрика. Так что берите чай, кофе, располагайтесь. И также сегодня я сделаю обзор на книгу. Очень классную книгу, которую я прочла буквально за один вечер. И также было несколько запросов про цвет волос. Покажу вам тоже краску, чем я окрашивала в этот раз свои волосы. Потому что, когда я окрашусь в один тон, я в последнее время стараюсь это делать дома. Уже когда какие-то шатуши, милирования, там уже без мастера не обойтись. В один тон, мне кажется, я хорошо прокрашиваюсь. Девчонки, отдельное спасибо, кто мне посоветовал данный шампунь и бальзам. Ну, вернее, это маска. Это средство для волос с кератином. Я вообще всегда люблю, когда в шампунях, масках есть кератин. И действительно это работает. Очень мне подходит. Единственное, мне не очень нравится упаковка. Видите, то, что здесь нет какого-то дабызатора. Вот эта банка, она очень большая. Как бы бывает неудобно ей пользоваться, но сами средства прекрасные. Вообще, у меня уже, наверное, накопилось на отдельное видео. Косметики, средства по уходу, то, что вы мне советовали под видео. Может быть, даже сниму такое видео как-нибудь. Ну, в общем, маска какая-то просто гигантская. Я не знаю, насколько ее хватит на очень-очень долго. Девчонки, хочу вам показать, что я готовлю на обед. По-моему, уже говорила, насколько меня выручают вот такие вот формочки для запекания. У меня есть маленькая и чуть побольше. Как-то раньше меньше запекала, потому что была только одна большая форма. В общем, здесь у меня брокколи, помидорчик. Ну, в основном брокколи и цветная капуста. Я посыпала вот такой вот приправой для салата. Немножко заправила оливковым маслом. И сверху вот можно тертым сыром. Все это в духовку минут на 20. Получается потом очень вкусно. Такой овощной гарнир. И здесь у меня готовятся котлетки из индейки. Девчонки, хочу вам показать свой стеллаж. Вот сейчас про него думала. Убирала его. Протирала там всю пыль. И, как бы это сказать, этот стеллаж, ну, мы его не покупали. Его делал мой муж, когда мы закончили ремонт. Знаете, как временный вариант. Пока не будет закуплена необходимая мебель. Но, как все мы знаем, нет ничего постоянного, чем временное. Ну, он неплохой. Да, все с ним в порядке. Но я, в принципе, не очень люблю такой предмет мебели, как стеллаж. Потому что вот много открытых полок. Это мне еще повезло, что во времена Икея нашлись вот такие вот коробки, которые сюда еще идеально встали. Вот, там лежат вещи, сложные вещи по категориям, чтобы мне их было легко найти. Там даже вот есть наклейки, там все подписано. Вот, некоторые порты теле. Ну, в принципе, вот эти открытые полки, все это смотрится немножко так пестренько. Как-то вот, знаете, в разнобой. И, ну, я вообще больше люблю закрытую мебель. Вот даже книжный шкаф. Я вот сейчас присматриваю, я смотрю закрытые. Ну, потому что там не скапливается пыль как-то, да. Не так критично, если там не идеальный порядок. А все-таки такие открытые поверхности, все вот эти тумбы, стеллажи. Я считаю, они больше должны нести какую-то вот эстетическую функцию. То есть, я за то, чтобы там все было красиво, аккуратно расставлено. Как-то именно продумано, чтобы все сочеталось. Я здесь сейчас таким похвастаться не могу. Но нужно исходить из того, что есть. И пока что вот каждый раз, когда делаю здесь уборку, как бы стараюсь. Стараюсь как-то что-то сделать получше. Как-то что-то поразобрать. Разобрать. Были у меня мысли вообще его сделать как книжный. То есть, просто сделать его как книжный шкаф. Именно расставить. Потому что здесь далеко не все книги, которые у нас есть. И именно собрать сюда все книги. Но, опять-таки, он открыт. Да. То есть, это просто все будет пылиться. Я за то, чтобы даже книги, они все-таки были, ну, за закрытыми полками. Стеллажи, они удобны, вот, знаете, если кто-то, у кого-то есть какое-то хобби, ремесло, чтобы там вот на видном месте и быстро, когда нужно доставать какие-то вещи, вот тогда да. Тогда они удобны. Здесь у меня есть и косметика, и книги. Вот это очень нравится, кстати, мне линейка книг. Именно эстетически нравится. Стараюсь все книги покупать, ну, последнее время, вот в этой линейке. Особенно вот эти книги, знаете, которые Англия, викторианская эпоха, сестры Бранте. Я купила три книги. Самые главные вот трех сестер Бранте. Ну, на незнакомку я вам делала обзор. Даже не знаю, что с ним придумать. Просто ломаю голову насчет этого стеллажа. Как бы так здесь все обустроить, чтобы все это было эстетичней, гармоничней. Потому что пока планов его убирать нету. Потом может быть, да. Вот. Но не сейчас. Запеклась брокколи. Сейчас буду обедать. Вот так вот получается. Очень вкусно, быстро. Что-то он просто в духовку убрал. И буквально через 20 минут все готово. Вот такой у меня получается обед. Котлетки уже готовы. И овощи. То есть, в основном брокколи, помидорки. Получается очень вкусно, легко, быстро, полезно. Попробуйте обязательно. Девочки, книга, о которой я сегодня хочу поговорить, это «Самурсет Мээм». Называется она «На вилле». Я ее прочитала буквально за один вечер. Ее основная фишка в том, что она читается очень легко. Там такой сюжет, что буквально он вот так закручивает, как воронку, и вы уже не можете остановиться. Ее, наверное, единственный недостаток в том, что она быстро заканчивается. То есть, видите, книжка совсем такая тоненькая. И это идеальная, мне кажется, книга. Вот на весну, на лето. Такое здесь предвкушение отпуска. От нее веет каким-то вот теплом, отдыхом, праздностью. Здесь действия происходят в Италии в 30-е и 40-е годы. И здесь описано такое богемное светское общество. Они там встречаются на светских вечерах, проводят время. У них такие длинные, томные, праздные разговоры. Это любовный роман по жанру. Здесь много рефлексий, каких-то психологических моментов. Но я бы сказала, что он с такой, вы знаете, криминальной ноткой. С таким вот немножко криминальным привкусом. Но это не true crime. Нет, это именно роман. Ну, конечно, это не Толстой, не Достоевский. Не такого уровня книга. И, наверное, не самое значимое произведение данного автора. Но это именно книга. Взять ее с собой в поездку. Почитать ее летом. Просто если вы куда-то собираетесь. И вам нужно будет скоротать вечерок. Или, может быть, на пляже. Или, может быть, в поезде будете ехать. Это идеальное, идеальное просто на все сто произведение. Во-первых, она погружает вот в эту летнюю, такую теплую атмосферу. Какую-то расслабленную. И потом из этой атмосферы тебя резко выдергивает вот это происшествие. Постараюсь слишком сильно не спойлерить. Сюжет заключается в том, что молодая вдова много раз подчеркивается, что она очень красива. Она, в общем-то, восстанавливается после своего предыдущего, не очень такого счастливого, тяжелого брака. И, в общем-то, она потихонечку готовится второй раз выйти замуж за очень респектабельного человека. Очень влиятельного, который по возрасту ей сильно старше. Первый брак у нее был по любви. Здесь это подчеркивается. Но он у нее не сложился. Она сделала из этого определенные выводы. И вот второй брак она хочет такой чисто вот на стабильность, скажем так. Но в решающий момент происходит вот эта вот драма, вот эта история, которую я не буду рассказывать, чтобы не спойлерить, но которая все переворачивает с ног на голову. Когда она ждет возвращения из поездки своего жениха, который ей уже сделал предложение, но она взяла небольшую паузу, чтобы обдумать. К ней там начинает подкатывать, ну, скажем так, местный бабник, да, с такой сомнительной репутацией, у которого было очень много женщин. И она всерьез вообще не воспринимает его предложение, говорит о том, что мы со всем собой с тобой не пара. И как раз говорит, что она больше не хочет никаких мексиканских страстей, она хочет стабильность. Вот, и такой вот брак с надежным, респектабельным человеком. Но в критический момент, когда ее вот так заворачивают, неожиданно такой водоворот событий, да, выясняется, что единственный человек, к которому она может обратиться, это как раз вот этот вот шалопай. Я с трудом себя удерживала, чтобы не пролистать и не посмотреть, чем кончится. Вот настолько мне было интересно, что же там у них все-таки произойдет. Ну, мне кажется, такие истории, они хороши в книгах и в фильмах. В реальности, если так более здраво, приземленно и реалистично мыслить, то мне кажется, что вот эта трагичная история, кондиционная, да, с которой все закрутилось, она произошла потому, что она хотела Мэри, главную героиню зовут Мэри, хотела найти себе приключений, но она это все облегла в какую-то супер благородную форму, она нашла себе эти приключения. В любом случае, я советую вам прочитать эту книгу, она цена не смысловой нагрузкой, да, то есть это не Анна Каренина, это не идиот Достоевского, да, она цена именно своей, скорее, атмосферностью, вот она как какой-то вихрь, как какой-то, я не знаю, такой шторм среди лета, вот что-то такое, какой-то летний дождь, летняя гроза, вот так бы я проассоциировала данную книгу, и она создает очень классное настроение, вот совсем небольшая, найдите в электронном варианте, я электронные книги не читаю вообще, легко, кстати, взять с собой, если что, в поездку, я прям ее рекламирую, но действительно вам желаю прочесть, если вы уже ее читали, то обязательно пишите свои комментарии, я всегда за дискуссию с вами. Это профкраска Матрикс, и я выбрала именно вот такую вот линейку, как я поняла, что у нее глубже цвет, лучше блеск, то есть она дает больше блеска, глубины, вот такой оттенок у меня пятый, ну, то есть пятерочка, но это тональность, да, в прошлый раз меня в Матриксе, в салоне накрасили другой линейкой, шестеркой, ну, мне показалось, что шестерка тоже хорошо, но как бы, вот пятерка-шестерка, где-то вот моя тональность, и здесь будет именно теплый оттенок, и уже потом, когда я читала про именно эту линейку, я поняла, что меня грамотно направили, консультанты бывают разные, семей белый и красный, не, бывают просто такое, знаете, отношение, лишь бы продать, а бывает действительно, что хотят подсказать, потому что я что-то совсем не в те оттенки, полезла, она так на меня посмотрела, говорит, девушка, ну, вам, вам, скорее всего, вот куда-то сюда, предложила мне на выбор несколько линей, несколько вариантов, и я вот выбрала, вот, держится на мне такая краска не слишком долго, на самом деле, держится она на мне 2-3 месяца, но я так и планирую, потому что потом я хочу, наверное, сделать мелирование, ну, летом, либо шатош, что-то такое, ну, посмотрим, посмотрим, как будет именно эта линейка, как она возьмется, как будет носиться, на тестерах оттенок очень красивый, он такой натуральный, теплый, ну, так выглядит упаковка, это я уже выдавила, вымешиваю, сейчас пойду наносить, вот такая вот она, розовая именно эта линейка, такой, кстати, приятный оттенок Барби, чем я захотела освежить в памяти, там процент окислителя, хотя тоже мне это все консультант подсказала, и время, да, сколько держать на волосах, потому что, ну, обычный стандарт, да, 20 минут они рекомендуют, ну, так что я хочу сказать, они убрали инструкцию на русском языке, ну, то есть я ее не могу найти, я уже вот сижу 10 минут, пока у меня краска на голове, ищу, я нигде не нахожу русский, я, конечно, разберусь и на английском, так, ну, зато точно знаю, что не подделка, я на самом деле уже, естественно, посмотрела, что 20-25 минут ее рекомендую держать,